Всем привет! Друзья, если я когда-нибудь женюсь, то скорее всего на швейцарке с именем Виктория или на финке. Да, господа, много современных крутых ножей держал я в руках. С крутыми сталями, мега продуманными рукоятями, со злючей насечкой, с ультрасовременными ножнами, имеющими возможность подвеса хоть на резинку трусов. Однако, потом приходит простая сельская девушка по имени Корпи из скромного городка Каухава, и мой уровень радости при встрече с ней намного выше радости от общения с крутыми современными тактическими ножами. В общем, артикорпи, натуральная финка. Вещь шикарная. Давайте заобзорим. Нож называется Корпи, и я намучился с переводом и расшифровкой значения этого слова. На английский слово Корпи переводится как wilderness, то есть дикая местность или пустыня. Также я нашел расшифровку значения слова Корпи, и оно означает лес. В общем, думаю, что слово Корпи означает дикая местность или лес. Интересно, что у артикорпи есть аналогичная модель под названием джанка, а слово джанка переводится как болотные угодья. Джанка от Корпи отличается нержавеющей сталью и рукоятью из светлого дерева. То есть у нас есть два почти одинаковых ножа, один из которых изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для использования во влажной среде, в болотистой местности. Ну, судя по названию. А Корпи из углеродистой стали, склонной к коррозии, использовать этот нож предполагается в более сухой местности, так как название ножа переводится как дикая местность или пустыня. Ножи Ахти делаются в Финляндии, в городе Каухава, мастером Рейна Кампила, совмещая в себе исключительное качество ручной работы и старые традиции. Сталь на данном ноже W75 производится немецкой компанией ThyssenKrab. Эффективная твердость закалки 59-62 единицы по Роквеллу. Содержание углерода в сплаве составляет от 0,7% до 0,8%. Длина клинка на данном ноже 80 мм, толщина по обуху 3 мм. В принципе, это стандартные параметры для небольшого охотничьего, либо небольшого ножа для работ по дереву. Высокие скандиспуски в 0 обеспечивают очень агрессивный рез, но поэтому заточка на данном ноже садится достаточно быстро. Если вы ножом поработали интенсивно, лучше сразу его подправить. Править ножи со скандиспусками в 0 совсем не сложно, благодаря широкому спуску, который по сути является еще и подводом. Голомень и обух клинка покрыты окалиной. Это покрытие достаточно стойкое. Рядом лежит Ахтимеца, которая использовалась достаточно интенсивно. При этом покрытие полностью не слезло. Это покрытие нивелирует проблему низкой коррозионной стойкости стали на данном ноже. Давайте разберемся. Обух и голомень защищены покрытием от коррозии, а сами скандиспуски не защищены. При этом, если нож в постоянной работе, вам придется достаточно часто править этот нож, именно по скандиспускам. При этом снимай верхний слой металла вместе с коррозией, если она вообще на нем появится. Так что, по сути, главный враг этого ножа не ржавчина, а отсутствие работы и бездарное лежание на полке. Что вам сказать по рукояти на данном ноже, друзья? Честно говоря, это наиболее удобная рукоять для рабочего ножа, которую я когда-либо держал в руках. Ну вот серьезно, любым хватом. Отлично заполняет руку. И вот это вот брюшко, и выгнутая спинка, и толщина рукояти. Все как будто сделано под меня. Очень удобная рукоять. Изготовлена она из коррозии, и кроме того, что она удобная, она еще и красивая достаточно. Пропитана льным маслом. Сопоряжение клинка и рукояти у нас не имеет каких-либо чоевов, рекаса и прочего, и прочего, и прочего. И вы знаете, вот некоторые так же любят, что вот чоев какой-то для аккуратных работ. Да возьмитесь вы вот так вот, все прекрасно. Любые аккуратные работы, ну хотя какие там аккуратные работы, так карандаш заточить, надумано конечно все это. Но по большому счету вот так вот, ближе к клинку взяться, аккуратно палец положить, и любые виды аккуратных работ вы сделаете с удовольствием и с легкостью. Подгонка клинка к больстеру. Ну вообще я видел арки и с более аккуратной подгонкой клинка к больстеру. Тут же у нас есть небольшие щели. Ну что имеем, то имеем. Тип монтажа рукояти у нас сквозной. То есть хвостовик проходит через всю длину рукояти и расклепывается на ее навершии. И у этого сквозного типа монтажа рукояти есть также и преимущество перед всеми любимыми фуллтангами. Например то, что рукоять у нас получается она такая более круглая, более объемная, так как все-таки на ножах с накладным монтажем рукояти накладки стремятся сделать такими более плоскими. Кроме этого при работе грязными руками тут просто негде забиваться грязи. Тут же у нас есть во-первых углубления. Вот эти вот подвинты, ну они неправильно сделаны на этом ноже, они по идее должны быть вровень с накладками. Ну и кроме того тут все равно со временем какие-то щели появятся. Тут же у нас просто негде скапливаться грязи. И это я считаю преимущество. Ножны гениальные и простые. Один свободный подвес, отверстие для вентиляции. Тут у нас пластиковая вставка внутри. Нож в ножнах сидит очень надежно, гениально, просто удобно. Выводы. Вы знаете, сейчас люди уже поясытились современными ножами самых различных хитроумных дизайнов. И особых эмоций от них уже нету. А вот финка из Финляндии с классическими материалами. С выверенными формами, проверенными веками реального использования. А не рассуждениями о воображаемом апокалипсисе, третьей мировой войне или выживании. Это нож, который нужно использовать по назначению, а не для поднятия люков или рубки гвоздей. Кроме этого, данная финка требует внимания и ухода. И в этом заключается особое удовольствие от обладания ей. Многие нажиманы и обзорщики на ютуб любят говорить фразы вроде «нож с лицом» или «нож с душой». Но какая душа может быть у современного ножа, сделанного не для того, чтобы люди им работали, а для того, чтобы продажи ножей за счет красивых легенд приносили прибыль его создателю. А вот взяв в руки финку, чувствуешь себя охотником или ремесленником. Нет в ней никакого гламура, в отличие от современных ножей. Да и по рабочим характеристикам данная финка не уступает современным ножам, а по обдовству рукояти, например, даже обходит их. Все в ней просто и гениально. Удобный в работе клинок с прямым обухом и с канди спусками в ноль. Интересно, найдется ли какой-нибудь умник, который в погоне за дизайном выпустит финку с вернкливом. Рукоять также очень удобная, и я думаю, можно хоть целый день работать этим ножом, и вы не натаёте себе ладонь. Нет в этой рукояти погони за тактичностью, нет супер насечек, которые могут быть использованы в качестве рашпиля. Ножны также простые и удобные, ничего лишнего. А надежность, в которой нож в них держится, даст фору надежности удержания ножа в кайдексных ножнах. Ладно, друзья, пойду я дальше балдеть от своей финки. Будет еще видео с тестами, будут какие-то выводы. На канал подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте идеи для тестов. Вместе всегда можно что-то интересное придумать. А пока на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего, спасибо за внимание и до свидания.